Хочу рассказать вам про одну привычку для женщины, благодаря которой вы станете сексуальнее в десятки раз. Вы просто представьте себе ситуацию, когда вы выходите на улицу и начинаете ловить на себе взгляды мужчин, но не такие, как обычно. Когда вы приезжаете на работу, в офис, встречаетесь с подругами в общественных местах, вы начинаете чувствовать, как мужчины немного по-другому на вас реагируют. Более скажу, даже женщины, которые находятся рядом с вами, они будут говорить о том, что в тебе что-то поменялось, ты стала какой-то другой, от тебя идет какая-то другая энергия, ты по-другому вроде бы выглядишь. Может, ты похудела? Да вроде не похудела, прическу поменяла? Да нет, вроде не поменяла. Но то, что вы перестанете быть прежней, и ваша сексуальность будет транслироваться этому миру, и ее будут замечать абсолютно все люди, это стопроцентный факт. Я вам больше скажу, те девушки, с которыми я работал в своих групповых программах и в личном консультировании, когда я давал им эту практику, эту привычку формировал в них, они не просто замечали изменения, многие были в шоке, потому что все то, что происходило в их жизни, было явно контрастно выражено с тем, как было до. И, конечно, после того, как вы начнете это делать, и в момент, когда вы начнете это делать, многих из вас будет ломать и выворачивать. В прямом смысле слова. Выворачивать – это значит, у кого-то будут просыпаться даже негативные эмоции, но я уверен, что вы справитесь, если вы перейдете этот барьер и продолжите выполнять и внедрять эту привычку в свою жизнь, постепенно, постепенно, постепенно сопротивление уйдет, и вы будете кайфовать. У вас изменится походка, у вас поменяется взгляд, у вас поменяется внешность, вы по-другому будете говорить, у вас поменяется интонация голоса, вы войдете в очень такую близкую интимную связь с собой. То есть произойдет воссоединение вашей истинной женской сексуальности, женственности с вашим «я». Такую женщину невозможно не заметить. Вот если она пройдет мимо, даже с мусорным ведром, к мусорному баку, и мужчина будет идти мимо, он обязательно повернется и посмотрит. Это такая совершенно иная каста женщин. Я уверен, что и вы таких женщин знаете. И, возможно, кто-то в вашем окружении такую привычку применяет регулярно и внедряет ее в свою жизнь. И я бы, конечно, мог ее продать вам, но продавать не буду. Поделюсь абсолютно на таких душевных началах. Просто для того, чтобы вы чувствовали себя немного по-другому. Я понимаю, что многие из вас уже думают, да ты задолбал уже, говори, что за привычка. Но еще не время, подождите. Смотрите, расскажу вам одну историю. Значит, девушка, которая решила применить это в своей жизни, написала мне отзыв и пишет. Марк, я никогда в жизни не испытывала такого внутреннего трепета от выполнения задания, которое вы мне дали. У меня никогда не было столько слез, радости и счастья. Я никогда в жизни не думала, что во мне есть так много энергии, которую я вообще не чувствовал. А почему? Потому что это задание и вообще эта привычка, эта практика, как угодно это называйте, это такой ритуал своеобразный, он начинает высвобождать все, что уже давным-давно контейнировано и закоксовано в вашем организме. То есть это настолько круто помогает женщине высвободить этот объем энергии, почувствовать самой и отдать его этому миру. Это просто космос. Просто космос. А еще больше вам скажу. Когда вы это будете делать, начнут просыпаться ваши такие внутренние животные состояния. Почему их нельзя ни в коем случае прятать и скрывать? Вот когда женщину воспитывают, ей часто говорят о том, что ты должна быть скромной. Ты должна быть... А хотя скромной это кто? Кромной. Это от человека, у которого откромсали части личности. То есть ты не должна быть собой. Быть скромным это не быть собой. И вот эта женщина с установкой скромность, да у многих людей ассоциируется с чем? Что если я не скромная, значит я чуть ли не шлюха уже какая. Да нет же. Нет. Скромный человек это человек с отрубленными частями личности. А человек не скромный. Он проявленный. Он вот такой, какой он есть. И эта привычка позволит вам уйти от скромности. Еще больше скажу. Ваш мужчина, если он есть у вас, ваш мужчина, с которым вы живете, спите, занимаетесь сексом. Это будет первый человек, который после вас почувствует изменения. Вы даже себе представить не можете, насколько он это почувствует. И он будет задавать вопросы. Что-то с тобой не так. Может у тебя кто-то появился. Может ты в кого-то влюбилась. Ты себя по-другому ведешь в сексе. Ты себя по-другому вообще со мной ведешь. Это настолько красиво, интимно и вкусно, что вы никогда не захотите отказываться. Более того, вы еще по-другому своими начнете рассказывать. Так вот. О чем идет речь, дорогие мои? А еще, кстати, больше рекомендаций я отдаю на своих программах. Под этим видео есть ссылка. Переходите по ней. Из любой точки мира принимайте участие. Диагностируйте сексуальность, женственность, границы, самооценку и так далее. Ссылочка внизу ждет вас обязательно. Вот после этой практики вы 100% захотите получить еще практики. Так вот, что нужно сделать? Ваша задача внедрить в свою жизнь одну очень простую привычку. Это интуитивно обнаженный танец. Что такое интуитивно обнаженный танец? Это когда вы выбираете абсолютно комфортное для вас время, день, время суток, неважно. И создаете для себя очень комфортную среду для того, чтобы вы могли потанцевать в обнаженном состоянии. Как это делается? Это не просто снять с себя вещи и начать выплясывать ламбаду, вырисовывая ягодицами восьмерку. Нет. Ваша задача подготовиться к этому процессу и погрузить себя в различные стихии. Что это может быть? Смотри по слову. Сейчас будьте внимательны. Если мы говорим про стихию огня, она обязательно должна присутствовать. Стихия огня это могут быть свечи, которые вы можете зажечь и расставить в помещении. Стихия земли. Это может быть все, что угодно в виде лепесточков роз, каких-то ароматических палочек. Это может быть все, что угодно. Связано с растительностью, с землей и так далее. Обязательно должен присутствовать воздух. Когда мы говорим про стихию воздуха, это могут быть какие-то арома масла. Это может быть даже арома свечка, такая совмещенная. Вроде бы и аромат идет, а вроде бы еще и присутствует огонь. Две стихии в одной получаются. И обязательно стихия воды. То есть где-то должна быть слышна вода. Можно просто элементарно кран открыть. А можно что сделать? Можно взять какую-то емкость красивую. И налить туда водичку. И туда бросить все эти лепесточки роз. То есть ваша задача окружить себя четырьмя стихиями. И войти в эти четыре стихии. Внутрь. Здесь у вас там огонь, вода, воздух и земля. И вы в этих стихиях танцуете. Когда вы заходите сюда, внутрь этого круга, со стихиями, вы уже должны быть абсолютно обнажены. И если у вас есть возможность, но это не супер обязательно, наблюдать себя еще в зеркале, это, конечно, будет вообще топ. Топ-топ. При этом ваша задача подбирать музыку интуитивно. Что значит подобрать интуитивно музыку? Это значит, она не должна быть классически такой, знаете, заезженной. Ой, мне нравится Бенни Бенасси. Нет. То есть вы должны, находясь, заходите в эти стихии, закрыли глазки, постояли голенькое и почувствовали. Воссоединились со стихией огня, подумали об огне, подумали о земле, подумали о воздухе, о воде. Интуитивно почувствуйте, какая музыка вам нужна. Как только вы почувствовали, вы включаете себе ее на телефончике. Желательно поставить на авиарежим, чтобы вас не отвлекли случайным звонком, либо смс-кой. Начинается музыка, и вы позволяете себе выразить движениями тела всю свою сексуальность и женственность. Вы можете ползать, выгибаться, изгибаться, кувыркаться. Вы можете работать мимикой. Вы можете чувствовать пробуждение в себе какого-то животного. Это может быть пантера, тигрица, кто угодно. Орлица. Но ваша задача – войти в этот интуитивно обнаженный танец и прожить свою сексуальность. Вы можете издавать какие-то звуки, стоны, рычания, оскал. Позвольте себе это сделать. Что с вами будет происходить? Первое. Многие из вас поймают себя на ощущении стыда. Кто-то начнет думать о том, что вы не идеальны в своей внешности и ваши движения не очень сексуальны. Кто-то начнет ловить себя на раздражении и даже агрессии. У кого-то возникнет желание все бросить, встать и выйти за рамки вот этого своего круга и перестать взаимодействовать с собой. Выключить музыку и сказать, фу, херня какая-то. Вот любое сопротивление говорит о том, что тебе нужно продолжать. При этом, как только вы себя ловите на каком-то сопротивлении, на стеснении, на агрессии, на раздражении, приходят в мысль, что это за бред вообще и чушь, ваша задача поддержать себя глубоким дыханием. То есть прямо фиксируйте свое внимание во время движения на глубине дыхания и старайтесь сделать глубокие вдохи и выдохи нижней частью на живота. То есть дышим диафрагмально. Еще раз повторюсь. Протанцовываем это так. Это может быть вообще такая змея. Вы можете выворачиваться, ползать, царапаться, стонать, принимать самые развратно откровенные позы сексуальные. И простите меня там раздвигать, сдвигать ножки, трогать себя. То есть позвольте себе вот в этих стихиях прожить ту сексуальную часть, которую вы никогда не проявляли. Если в конечном итоге это вызовет у вас желание завершить весь процесс мастурбации, позвольте себе это сделать. А я, конечно же, рекомендую этого не делать. Да, то есть если прям сильно хочется, сделайте. Но если вы этого не сделаете, то что происходит? Смотрите, высвобождается огромный объем сексуальной энергии. В качестве эксперимента вы можете попробовать еще, естественно, удовлетворить себя. Но это должна быть не дезадаптивная мастурбация, бежать в душ, струей душа себе. Нет, только руками. Руки, масло какое-то, смазки, лубриканты и так далее. Но это один раз для эксперимента. Вы почувствуете разницу даже в ощущениях. Когда вы это делаете, старайтесь, наоборот, научиться взаимодействовать с высвобожденной сексуальной энергией и вместе с ней выйти в пространство. То есть пойти, я не знаю, вплоть до того, что вы поедете на работу, на какую-то встречу, на переговоры. Вы посмотрите, как эта сексуальная энергия будет гудеть в вашем теле. Она будет как Wi-Fi распространяться на многие-многие метры вокруг вас. Люди, которые будут находиться рядом, они это будут чувствовать. Танец может длиться от 10 до 15 минут. Позвольте себе это. Еще раз повторюсь. Окружили себя стихиями, зашли внутрь, глазки закрыли, глубоко подышали, интуитивно почувствовали музыку, которая нужна, включили ее и пошли в движение. Проживаем их, проявляем себя, свою животную энергию, страсть. Это выражается и в позах, и в стонах, и в звуках. И это может быть и рычание, как я уже говорил, все что угодно. Если вы будете делать так хотя бы один раз в неделю, вы посмотрите, что с вами будет происходить и как будет меняться ваше пространство. Я не знаю ни одной женщины, которой бы это не помогло. Я помню, у меня была одна такая клиентка, она говорит, Марк, у меня вес 110 килограмм. Как вы себе представляете, что я танцую сексуальный танец? В том-то все и дело. Ты не можешь выйти за рамки своих убеждений и установок. Ты можешь себя считать несексуальной, непривлекательной и неинтересной. Потому что у тебя вес большой, рост не такой, маленький, слишком высокая, черты лица не такие, фигура не такая. Это и есть огромная ошибка. Вы загнали свою сексуальность в шаблоны. Сексуальность не имеет шаблонов. Сексуальность настолько многоогранное состояние, где ни фигура, ни вес, ни многие другие формы и показатели не должны быть ограничением. Поэтому ваша задача пойти в этот танец, даже если вы не принимаете себя. И постепенно, постепенно, постепенно вы посмотрите, насколько вы привыкнете к этому ритуалу и больше никогда не захотите о нем забывать. Я уверяю вас, вы почувствуете результат уже после первого раза. А если это будет второй, третий, это будет просто космос. Применяйте эту привычку в своей жизни, внедряйте ее в свою жизнь и становитесь счастливыми.